Ну что, новая версия террария, новый сид на статуи импов, который может спаунить огненных импов и так далее. Насколько я понимаю, у этих огненных импов спаун всякого лута уменьшен по сравнению с оригиналом. Но, во всяком случае, баннеры выкладывают как минимум, уж точно. Также не забываем, что если большой пальчик вверх под этим видео, нужно поставить большой пальчик вверх под этим видео, подписаться на канал, если здесь впервые нажать на колокольчик. Если этого не сделать, в вашей квартире может появиться какой-нибудь лунный лорд и сожрать всех ваших кошечек, кошечек, собачечек и даже хомячков. Так что я вас пойду поеду. Вперед. Первым делом создаем новый мир. Выбираем вашего персонажа, создаем новый мир. В разделе сидов вставляем вот эти циферки, нажимаем применить. Вы можете выбрать любую сложность. Это не влияет на генерацию мира, название мира тоже не влияет. Но лучше всего там написать название мира. Герон лучший. Подписывайтесь на канал, если здесь впервые нажимаете на колокольчик и вот это все. После этого заходим в мир. И после того, как заспавнились, сразу отправляетесь налево. То есть вот так вот. АМЗ. Чтобы стать таким классным оборотним волком, нужно посмотреть мой прошлый гайд о том, как становятся оборотнями. Он быстрый, как я не знаю что. Если еще телепортироваться постоянно, находим испорченный биом где-то слева. И просто пробегаем или пролетаем этот биом насквозь. До тех пор, пока не наткнемся на левую окраину. Смотри. Видишь? Здесь испорченный биом пересекается с лесом. Вот. Рядом с этим места находится большая дырка. Первая дырка слева. Погадаем в эту дырку, пока не достигнет дна. Бьем нашу любимую дрель, молот, что у вас там есть, динамит. И копаем вниз до тех пор, пока не наткнемся на заброшенный домик. Вот так вот. Вот так вот. Еще чуть-чуть осталось. Мы сейчас, по-моему, в грибную биом попадем. Да. Сейчас. Теперь просто аккуратно идем налево и внимательно изучаем всякие дырки. Так. Давайте считать дырки. Дырка номер один. Дырка номер два. Дырка номер три. Нам сюда. Дырку номер три. Если считать от дома. Вот она. Дырка номер один. Номер два. Номер три. Запрыгиваем в третью дырку. И здесь находим статую импа. Ломается она с помощью кирки, дрели или чего-нибудь такого. И может спавнить монстров, если подавать рецептонный сигнал. Лайк за просмотр, за подписку. Лайк. Если есть вопросы, обязательно пишите в комментариях под видео. Всем удачи. Всем пока. И фурмам бабла. Также, в принципе, в принципе, у нас в описании под видео есть куча других свежих сидов на все случаи жизни. До встречи. Слушай, круто. Единственное, что я не очень понимаю, зачем нам этот имп. Если все равно эти импы, которые появляются из статус, все равно не дают полноценного лута. Это реально странно. Но, как говорится, хозяин, блин. Также не забывайте, что на сайте geronshop.ru можно купить дешевый Майнкрафт-сотни стимовских игр дешевле, чем в стиме. Самое главное, что вы можете покупать эти игры в обход всех антироссийских санкций. То есть, вообще с этим никаких проблем не возникает. Все работает. Сами игры по себе работают, как обычно. Но купить их в стиме в России больше нельзя. У нас можно использовать потом, как обычно, эти игры. Активировать и так далее. Это классно, клево, интересно. Там же есть ряд других способов решить проблемы со всеми блокировками и санкциями. Хорошие, качественные VPN-ы и так далее и тому подобное. Современные читы под современные версии игры и прочее, 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 прочее. Все для вас. Как обычно.